Добрый вечер! В прямом эфире новости седьмого канала. Меня зовут Юлия Чуброва и сейчас коротко о главном. Родители девочки, погибшие в ДТП, ищут свидетелей аварии. За мной справа сидела старшая дочка моя, София. Она сидела просто безжизненно. Как будто просто сидит, смотрит далее. Пострадавшие считают, что виновник может избежать наказания. Бродячие собаки терроризируют жителей Академгородка. Почему с ними не может справиться служба отлова? Замерз до того, что снежинки не таяли на теле. Врачи краевой больницы спасли пациента после клинической смерти от переохлаждения. И новые дорожные знаки меньшего размера. Как они выглядят и где могут появиться? Родители 11-летней девочки, погибшие в ДТП, ищут свидетелей аварии. Все произошло 29 июля прошлого года. Семья ехала с отдыха на Алтае. На трассе возле Прокопьевска Кемеровской области в их машину влетела иномарка. 11-летняя Соня погибла на месте. Но дело, по словам родителей, пытаются замять. Виновник ДТП может избежать наказания, если не появятся новые свидетели. Подробности у Елизаветы Мерзляковой. Вот комната Сони. Тут ничего не убирала. Как вещи, как она повешала, так висят. Музыкой занималась. У меня увидела, а там грамоту тоже себе поставила. Часы с фотографией Сони встали. Синтезатор теперь накрыт пледом. Все остальное не тронуто. Накануне было 9 месяцев, как девочки не стало. София Забродина возвращалась с мамой, младшей сестрой и отчимом с отдыха на Алтае. На встречку вылетела иномарка. Девочка погибла на месте. Она любила музыку, танцы и гимнастику. Снималась в детской передаче. Меня зовут Соня. Мне 11 лет. Я очень хочу стать врачом, чтобы лечить людей. От удара Соню не спасло ни детское сидение, ни ремень. На лихача, выехавшего на встречку, завели уголовное дело. Но, как рассказывает отец погибшей Роман, при оформлении ДТП полицейские почему-то не изъяли у нарушителя автомобиль. И вскоре детали происшествия стали меняться. Водитель начал ссылаться на разрыв шины в момент аварии, а колеса с машины пропали бесследно. То есть, якобы его отец зашел в гараж, поставил какие-то ненужные колеса и выкинул их. Потом прошла экспертиза. Видеозапись вообще не стали ничего исследовать. И дело приостанавливают, так как нет лица, которому можно предъявить обвинение. Видео с регистратора и показаний пострадавших следствию недостаточно. Мама Сони помнит все детали первых секунд после столкновения. За мной справа сидела старшая дочка моя, София. Она сидела просто безжизненно. Как будто просто сидит, смотрит вдаль. Водитель Митсубиси не был пьян, но ездил без страховки. Он и его пассажир, по словам Татьяны, даже не помогли пострадавшим выбраться из искореженного автомобиля. Они просидели в своей машине до приезда ГИБДД. Спустя несколько месяцев виновник писал в соцсетях и просил прощения. А его адвокаты предлагали семье компенсацию. Но родителям Сони это не нужно. Они надеются добиться справедливого наказания. Он цинично выкладывает фотографии, как он отлично провел лето. И вот это вот первая запись после аварии, где он пишет с счастливым лицом, а как прошло ваше лето. Я вот съездил в командировку в очередную, но на этот раз без эксцессов. То есть он называет этот случай для себя эксцессом. За время расследования дела сменилось три следователя. В Прокопьевском отделе родителям отвечают, что у них нет квалифицированных специалистов по расследованию ДТП. При службе МВД по Кемеровской области опровергают, что дело приостановлено. Но есть ли подозреваемые, ответить не могут. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Данное уголовное дело находится на контроле главного следственного управления, главного управления МВД России по Кемеровской области. Пообщаться с предполагаемым виновником нам не удалось, он все вопросы игнорирует. По словам адвоката семьи, у водителя десятки штрафов за превышение скорости. А перед аварией одна из проезжавших мимо машин чудом избежала столкновения с его Митсубиси. Если вы стали свидетелями и можете помочь в расследовании трагедии, пишите в нашу группу Седьмого канала в соцсетях или напрямую в семье погибшей. Номер сейчас на экране. Елизавета Мерзлякова, Валерий Чащин, Седьмой канал. Если у вас есть новости, пишите нам на Вайбер или Ватсап Седьмого канала. Номер телефона 8 391 29333. Мы постараемся помочь. Нападения бродячих собак участились в Академгородке. Его жители чуть ли не каждую неделю сообщают о том, что их кусают дворняги. Стаи оккупируют детские площадки и обживают территорию школы. Почему ситуация вышла из-под контроля, разбирался Денис Денисов. Там прямо на детей. Да, там на детей. И дети стоят. Видите, они боятся дети. Да что это сегодня вообще за день такой у этой стаи? Долго искать подтверждений слов Елены нам не пришлось. И если ей верить, это еще не самая злобная стая Академгородка. Проблема с собаками в этом районе была всегда. Но в этом году, говорят, жители псы особенно распоясались. Облаивают, а часто и кусают. Прохожих они чуть ли не ежедневно. Елена сама нередко становилась очевидцем. А недавно чуть не стала жертвой. Сначала на нас стала нападать одна собака, а вторая стала подкрадываться следом. Ну и там стаи в отдалении, вот так же, как эта. Мне пришлось старшую девочку просить махать портфелем и кричать, а младшую, трехлетнюю, брать в зимние выкладки на руки и тащить на себе домой. С сумками, со школьным портфелем, ребенок и еще и старшая девочка, которые были вообще очень страшно напуганы. Собаки оккупируют детские площадки, бросаются на домашних, не обращая внимания на хозяев. И уже даже отработали тактику охоты на белок и барондуков. Помимо беспокойных людей есть, конечно, и те, кто считают, что их соседи сами виноваты. Но, как показывает практика, до поры до времени. Яркий пример – история Романа Бондаренко. На него собака накинулась на остановки. Сам он смог ее от себя отогнать. В этот момент тут стояла еще женщина. Она меня отвлекла тем, что, мол, зачем ты ее пугаешь там, не видишь, она там какой-то изгой из их стаи. Ну, пока я отвлекся, она схватила женщину, которая подходила за пуховик. Ну, она закричала, и вот тут парень отреагировал тоже. Погнался за ней. Стай много, и, судя по всему, корма им хватает. Ведь меньше их точно не становится. Если не считать сердобольных горожан, которых, судя по всему, собаки еще просто не кусали, источником пропитания для животных служат мусорные баки. Конкретно эти находятся между детским садом и школой. Служба по отлову собак в Акатемгородок вызывали регулярно. Но, приехавшие специалисты, как говорят, ситуацию особо не изменили. Чипированных собак здесь не замечали давно. Но, со слов общественников, занимающихся отловом, ситуация не так однозначно. Собака – это кто охранник. Там, где ее кормят, значит, это ее территория. Она начинает охранять. Мы выезжаем туда два раза в неделю, они видят только машину и сегают. То есть, сейчас немножко будем менять тактику, меняем машину. Может быть, удастся их все-таки отловить, стерилизовать, кастрировать. Ну и, соответственно, по 498-му федеральному закону за 500 метров до школы вернуть. Но они все равно туда приют. Если посмотреть на ситуацию широко, то люди сами часто создают благоприятные условия для размножения дворняк. Учитывая, что многие стаи приходят из расселенного частного сектора. Да и новые часто образуются из щенков, которых не смогли пристроить хозяева, сэкономив на стерилизации. Денис Денисов, Дмитрий Комаров, Седьмой канал. Красноярские врачи спасли снежного короля. Так они теперь уже в шутку называют пациента, который поступил к ним с сильным переохлаждением. Это произошло неделю назад. Мужчина не отрицает, что выпил, а вот как заснул на холодной земле, не помнит. Он мог погибнуть, если бы не настойчивость медиков. Как спасали ледяного человека, расскажет Альфея Еремеева. Если бы я не знал, что это со мной, я бы не сказал, что это что-то было. Это их первая встреча после сенсационного спасения. История удивила и самих врачей. Владимир был без сознания, когда поступил в больницу. И настолько холодным, что даже снежинки не таяли на лице. И все же он был жив. Медики говорят, для сильного переохлаждения не обязательно морозы под 40. Достаточно и минус одного градуса. Поступило около 7-40 в приемный покой нашей больницы. Пациент на стороне скорой помощи, который был найден на улице, возле проходной частного предприятия в районе Зеленой Рощи. Со слов охранника предприятия вызывшего скорую помощь, пациент пролежал в канаве ночью, а тогда были минусовые температуры, ну, от 4 до 6 часов. Пациента начали согревать, подключили к искусственной вентиляции легких. Пока помогали, у мужчины остановилось сердце. Пришлось взяться за дефибриллятор. Шанс на спасение появился только через 15 минут. Пуль стал нитевидным, но сердце не хотело работать. После удара в током ритм восстанавливался всего на пару секунд. Реанимировали мужчину 2 часа. В стандартной ситуации, если бы у пациента не было такой значительной холодовой травмы, реанимационные мероприятия ограничиваются получасом. Чтобы завести сердце, может хватить и одного разряда. В этом случае их было 26. Холод, а еще алкоголь помогли перенести пациенту удары током. Через пару часов после манипуляции Владимир пришел в сознание. Еще через день стало ясно, с его памятью, да и со здоровьем, никаких проблем. Ну, серьезно, не помню, как, что-то получилось, не помню. Но здесь очнулся и сначала это все, вообще с ним ничего не было. Но последствий почти нет, только на руках, там, на ногах. Это простуды нет. Счастливо спасенному пациенту 55 лет. Он рассказал, что работает на кирпичном заводе. Состояние Владимира врачи оценивают как удовлетворительное. Так что на днях он, скорее всего, пойдет домой. А история его спасения станет основой для научной статьи. Альфея Еремеева, Владимир Фетисов, Седьмой канал. ЮТР может прекратить полеты из-за долгов. В итоге аудиторской проверки появились на сайте авиакомпании. По данным экспертов, за прошлый год авиаперевозчик ушел в минус на 22 миллиарда. Такие финансовые потери связывают прежде всего с ростом цен на топливо и возросшей конкуренции. Задолженность компании перед кредиторами больше 65 миллиардов. ЮТР входит в пятерку крупнейших авиакомпаний России. За прошлый год ее услугами воспользовались почти 8 миллионов человек. В том числе и в Красноярске. Популярное направление из Красноярска, куда летает авиакомпания ЮТР, Москва, Новосибирск и Иркутск. В период с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года авиакомпания выполнила 868 перелетов. В авиакомпании все слухи о прекращении деятельности опровергают. В официальном письме нам ответили, что сейчас руководство ЮТР меняет график платежей по кредитам, чтобы улучшить свое финансовое положение. Временные трудности, уверяет авиаперевозчик, на регулярность рейсов никак не повлияют. Все перелеты будут совершать по расписанию. Самая дорогая летняя резина в России продается в Красноярске. Это данные экспертов Авитоавто. По сравнению с прошлым годом, ценник на летнюю резину у нас в регионе вырос на 16%. Комплект обходится сейчас почти в 10,5 тысяч. В среднем по стране цена на летние колеса чуть больше 7. О других новостях в двух словах расскажем далее. Полуголый мужчина с ножом в руках напугал жителей улицы Вильского. По словам очевидцев, он повредил несколько припаркованных машин, после чего стал гоняться за их владельцами. Соседям пришлось вызвать полицию, на дебошира надели наручники и посадили в служебный автомобиль. Полицейские проводят проверку. Завтра на дороге Красноярска выпустят новые автобусы высокого экологического класса. 20 машин будут работать на 83-м маршруте, еще 5 на 12-м. Новые ЛИАЗы вмещают в себя 75 человек. Они оборудованы для перевозки маломобильных красноярцев. В салоне установлены камеры видеонаблюдения. Ну а жители Венкии вновь разглядели в небе след от метеорита. Видеозапись опубликовали в социальных сетях. Автор предположил, что такой рисунок могло оставить только небесное тело. Ученые теорию уже опровергли и предположили, что скорее всего это след от самолета. Просто под необычным углом. Фотографии неоднозначной скамейки в центре Красноярска заполонили социальные сети. Новинка благоустройства привлекла внимание красноярцев своей формой. Появился такой арт-объект прямо на площади революции, напротив краевой библиотеки. В комментариях под фотографиями горожане уже соревнуются в остроумии по поводу объекта. Это скорее типа, вот куда ушли ваши деньги, проследуйте туда же. Лавочка для одиноких женщин. Все у нас в городе сделано через эту лавочку. Вот где некоторым людям можно и рыбку съесть. Владельцы сквера, где стоит лавочка, поспешили заявить, что такой формы у объекта не предполагалось. На самом деле это много маленьких скамеек. Просто кто-то так пошутил и составил их вместе. Сегодня композицию уже разобрали. Согласно концепции развития площади революции, когда она разрабатывалась, было изначально предусмотрено, что данные лавки не мобильные, то есть передвижные. И, естественно, посетители площади не могут их как-то передвигать, собирать. Просто подрядчику дана задача более усиленно следить за тем, чтобы все-таки было в прилежном виде. Через полторы минуты новости на седьмом канале продолжатся. Главный архитектор города дала свое первое интервью. Что она хочет поменять в Красноярске, расскажем после короткой рекламы. Это студия новостей седьмого канала, откуда каждый будний день в 19.00 мы выходим в эфир. Что бы ни случилось, даже если, не знаю, сверху упадет автомобиль, даже если начнется мощное землетрясение. Мы будем здесь и расскажем вам о самых интересных и важных для вас событиях с помощью самых передовых телевизионных технологий. Увидимся в 19.00. До встречи на седьмом канале. Новый главный архитектор Красноярска Юлия Соловарова дала свое первое интервью в новой должности. Ее она занимает месяц. Предыдущий архитектор ушел по собственному желанию два года назад. Денис Козлов пообщался с новым руководителем и выяснил, что, по ее мнению, в Красноярске нужно поменять. Подробности далее. На мой взгляд, основной задачей сейчас будет являться подготовка города к 400-летию. Юлия Соловарова родилась в Бородино 28 октября 1983 года. 2006 год окончила КрасГОСА по специальности архитектура. До 2012 работала в архитектурных мастерских Красноярска. 2018 замруководителя МКУ управления капитального строительства. До марта 2019 года курировала архитектурные проекты универсиады. Цели и задачи главного архитектора в городе? Необходимо сформировать правильный подход к архитектурно-городостроительному облику. Последний раз два года назад был архитектор главный. Что-то меняется, изменилось за эти два года? Ранее данная должность была заместителем главы города, руководителем управления архитектурой. Поэтому у меня сейчас остается больше времени на творческую составляющую. Может придется столкнуться с каким-то негативом? Да, вам придется. Вы готовы к этому? Да. С чем придется бороться, чтобы таких ошибок избежать? Ведь нередко у нас ставятся какие-то объекты, где потом получаются спорные решения обсуждаемые. С чем нужно бороться? Начата работа в части корректировки архитектурно-художественного регламента и в части правил размещения наружной рекламы. Это первый шаг. Уникальный архитектурный облик города. Есть ли он на данный момент у Красноярска? Что нужно сделать, чтобы он появился, если его нет? Наш облик формирует наш природный ландшафт и наша могучая река. Я считаю, что они должны стать главными героями формирования облика. Что это имеется в виду? То есть акцентировать как-то на Енисеи, что нужно? Его как-то нужно застраивать на набережной? Нет, ни в коем случае застраивать набережной не нужно. Мы должны набережной преобразить. Вот раньше говорили, что Красноярска – город фонтанов, а сейчас что, допустим? Чтобы говорили, как Красноярска? Мы не должны зацикливаться на определенной форме. Пространство необходимо развивать. В концепции не акцентировать внимание только на лавочке или на фонтанчике. Именно комплексный подход. Вы архитектор. Ваш любимый, может быть, стиль? Какая эпоха вам ближе? Я не знаю, в архитектуре Европы, Азии, вот чего угодно. Европейская архитектура мне ближе. Но какой период? Ну, люблю Азию. Барокко, средние века, возрождение. Вот какой-то, может, любимый есть просто, не знаю, здание какое-то, там, собор Святого Петра, там, что угодно. Я число не люблю. Завтра в Красноярске, как и по всей России, изменится стандарт дорожных знаков. Они станут меньше. В пяти городах страны уже начали выставлять знаки размера не 60 на 60, а на 20-25 сантиметров меньше. Согласно наблюдениям специалистов, новые знаки помогли улучшить видимость и, в целом, внешний вид улиц. Как пояснили в мэрии, в Красноярске специально заменять старые знаки на новые не будут. Однако, если какой-то из них сломается, на его месте установят новый. Но сделать это можно не везде. Это на улицах с низкой интенсивностью дорожного движения, на улицах, где максимальная скорость не должна превышать 60 км в час. Ну и самое главное, как по мнению госавтоинспекции, условия, это обеспечение видимости этого дорожного знака. Хорошая видимость – это не меньше 100 метров. Также обновленные указатели нельзя будет устанавливать вблизи опор лэп и деревьев. Показали сегодня и новые символы на дорожных знаках. Это запрет выезда на перекресток, также появились знаки перекрестного перехода и крытой парковки. Сейчас Красдорзнак работает с 19 регионами, но ни один из них пока не заказывал новые указатели. Деньги, собранные людьми на капремонт в одном городе, направлять на ремонт многоквартирных домов в других городах. С такой идеей выступило краевое правительство, и это вызвало бурное обсуждение. В рубрике «Говорим о главном министр промышленности» из ЖКХ Евгений Афанасьев попытается всех убедить, что так будет лучше. Евгений Евгеньевич, в чем суть идеи вот этого общего кармана для региона? И вообще от кого эта идея исходит? От региона, от края, от муниципалитетов? Суть идеи в том, чтобы наиболее эффективно использовать те средства, которые собираются жителями на Капитальный Рим. В Красноярском крае складывается такая ситуация, что к концу 2019 года у нас по 19 территориям создастся дефицит средств, примерно в районе 900 миллионов рублей. А по остальным территориям создастся профицит. Те средства, которые не будут использованы в данный момент на проведение капитального ремонта, это порядка 2 миллиардов рублей. И в этой ситуации те средства, которые собираются, лежат на соответствующих счетах, инфляционные процессы, они идут и деньги обесцениваются. Соответственно, мы-то беспокоимся о чем? О том, чтобы эти средства эффективно были использованы. Но еще есть одна проблема, когда при формировании программы капитального ремонта мы исходим из чего? Из того, что необходимо проводить капитальные ремонты там, где это действительно требуется. И складывается ситуация, когда срок капитального ремонта и необходимость еще не подошла на доме, а деньги лежат. А в других территориях складывается ситуация, когда средства не собрали в полном объеме, а капитальный ремонт необходимо провести. Например, в том же поселке Шушенское 16-квартирный жилой дом, срок накопления на Кругль составляет 26 лет. А есть конкретные примеры, где необходимо проводить этот ремонт в этом году, потому что Кругля не выдержит буквально двух лет, и тогда уже дом у нас станет аварийным. Если мы не будем ремонтировать, ремонтировать будет нечего, и, соответственно, это уже нужно будет людей переселять. Мы должны сохранять, максимально сохранять наш жилой фонд. Все-таки инициатива чья? Регионы, федерации, муниципалы? Федеральный законодатель предусмотрел такой вариант, когда возможно, с целью как раз эффективности, по этому направлению даже есть постановление пленума Конституционного суда о том, что такой котел имеет место быть, и он как раз позволяет эффективно использовать эти средства. Есть регионы, в которых это уже работает? В 19 регионах Российской Федерации такие решения приняты, и такой котел работает. Хорошо. Регионы Красноярского края, каких больше? Тех, где дефицит, или там, где префицит? Профицита больше, скажем так. Дефицит вообще в 19 муниципальных образованиях, без 61 муниципального образования. Хорошо. Вот как эта идея работает? Я скажу, что беспокоит людей, нас в том числе. Деньги, которые уходят из Красноярска, например, в то же самое Шушенское. Потом, как этот механизм работает? Как эти деньги потом вернутся сюда? Когда в Шушенском накопится профицит, и они смогут поделиться с жителями Красноярска своими деньгами? Федеральный законодатель не освобождает после проведения капитального ремонта собственников от уплаты взносов на капитальный ремонт. Поэтому, даже проведя ремонт там, где сложился дефицит, ну, например, в том же Шушенском, те самые жители, которые получили, скажем так, некий кредит, условно, от Красноярска или Ачинска, где профицит есть, соответственно, они продолжают делать взносы, но эти средства уже будут использоваться на дома, которые находятся в Ачинске, в Красноярске, в Дзержинском, где есть этот профицит. По сути, котел, он действует в территориях. Мы были на 2000-м доме отремонтированном. Этот дом совпало так, что он находится в городе Красноярске, это улица Тельмана. 2000-й дом с момента начала программы отремонтирован в Красноярске. Абсолютно верно, это именно такой дом. Значит, там было заменено 11 лифтов. С начала реализации программы капитального ремонта жители дома собрали 7,7 миллиона рублей. Стоимость лифтов, установленных вместе с работой, составляет 16,7 миллиона рублей. Но это еще не все. В этом году мы будем там проводить капитальный ремонт системы электроснабжения. И это еще 12 миллионов. Но жители же не собрали полную сумму на проведение этих видов работ. Соответственно, эти деньги заимствуются с других домов, рядом стоящих в том числе. Поэтому принцип котла, он уже действует. Представители фонда всегда сетовали на то, что строители не очень охотно идут на конкурсы, которые они проводят. И многие из них не проводятся с первого, со второго, с третьего, с четвертого раза. И это была одна причина того, что деньги на счетах накапливаются и не используются. Сейчас проблема изменилась. Там, по-моему, с тарифами это все было связано. Действительно, мы в прошлом году изменили подход, увеличили предельную стоимость. По отдельным видам стоимость увеличилась от 20 до 60%. Стоимость работ. Стоимость работ, да. Соответственно, это стало более привлекательно для строителей. И если ранее у нас порядка 70% всех торгов проходило не с первого раза, по 3, 4, по 5 раз переторговывали, то сегодня более 80% торгов с первого раза разыгрывается и приступают к выполнению работ. И только небольшая часть там переторговывается. Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо. А в Роевом ручье сегодня большой переезд. Кос, гусей и уток переселили в летний вольер, больше известный как детский дворик. С потеплением на улицу постепенно переезжают и другие животные. Погреться на солнце, выходят пингвины и теплолюбивые фламинго. Официально летний сезон стартует завтра. Для гостей парка уже открыли все кафе и приготовили развлекательную программу на праздничные выходные. Приглашаем всех на большой сказочный праздник по мотивам книги «Волшебник изумрудного города». Вас ждет квест и призы. Красноярск читающие в шкафы для буккроссинга передали полторы тысячи книг. Литературу от классики до учебников трудовой отряд собирал две недели. Специальные шкафы и полки есть по всему городу. Судьба буккроссинга в том, что любую понравившуюся книгу можно забрать и почитать. Вместо нее обычно приносят свою. По словам организаторов акции, обмен книгами в нашем городе популярен. В ближайшую пятницу выгружали уже в этот же шкаф возле памятника Поздеева. Выгрузили сюда 600 книжек и сегодня приехали. Не стали много брать, думали, тут еще много осталось. А тут оставалось всего лишь два журнала. Теперь информация о погоде. Завтра, 1 мая в Красноярске переменная облачность, дождь. Ветер западный 7 метров в секунду, атмосферное давление 733 миллиметра артутного столба. Температура воздуха ночью плюс 6 градусов, днем потеплеет до плюс 12. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните к нам в редакцию по телефону 2 900 333. Свои фото, видео, а также текстовые сообщения присылайте на нашу вайвер или ватсап. Номер 8 391 2 900 333. Еще больше интересных и всегда актуальных и свежих новостей читайте на нашем сайте trk7.ru Ищите нас в социальных сетях. В студии для вас работала Юлия Чупрова. Поздравляю вас с наступающим праздником. Хороших выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова